идет идет понимаешь ли собралась все-таки переднюю камеру сидел есть в слезах ждал говорил что мне делать посоветуйте как усмирить мне хочется пить из 7-литровой бутылки давай ты мне достанешь ты чё не попила чё-то доселась меня ваша пить его мая у тебя на дачке почистить нормально за 5 молоко это бегает папочки монитофон нормально они там все за багажник я сегодня в новой курточке своей они в общем еще не знал с чем эту курточку одеть я понял сегодня 10 играл что надела как будто бы 35 летняя платочка главная курточка на мне новую молодец выкрутил мы не замерзнем я говорю ну ладно в общем то что машину надо было нам ремонтировать я нервничал говорил анют аккуратно аккуратнее есть не искали это все фигня не парьтесь ездите так пусть там скрипит гремит все путем не переживайте наше время это вообще самое меньшее что можно для машины именно может подумал что у нас автоматический шлагбаум открывается видимо почему раньше гнева быстро зазеленели кстати как раз быть выгулял снял там листики там такие уже были лопухи буквально вчера еще в тумане ездили не было листиков все какая красота причем мы туда едем давай сейчас заедем не получу посылку потом едем смотреть вот так договорились вдохнись на все все плохое покажем что-то смотрю вот она красавица любимая ну ладно хватит хорошая такая ты ее тоже любишь она ее тоже любит говорит такой хороший человек золотце просто золотце таких же немного она еще и лайки постоянно ставит у меня прям камень с плеч что сказали все нормально скрипит это все херня фигня езди на здоровье я теперь спокойно скрипит гремит бубнит трясется но так как мне в сервисе сказали что это все зашеветь но мне больше все нравится как они говорят все нормально но если хочешь вам починили 200 евро ну все нормально ну все нормально по-русского лета 10-12 градусов то есть сейчас как раз таки лета синтетическая дрянь Я хотел тебе сказать слово про парогенератор. О, смотри, лавка жизни. У нас там лавка жизни была открыта. Не, ну они продавали на пусто, варенье. Я поняла, да, но там человек в белом. Янечка держит платье, чтобы оно от ветра не поднялось. От чаек. Не знал, что ветер сильный на улице, теперь бегает перебежками короткими. Мы зашли в мебельный супер бутичок. Тут такие крутые вещи. Удобная вещь. Тебе, кстати, к кожанке подходят. Смотрите, я только что это сказала. Ценник знаешь какой? Угадай. Где он? Висит? Че так мало? Кстати, я хочу, чтобы там не было. Да. Мне там другие понравились, тебе покажу. Нам вот эта лампа тоже понравилась. Такая Анюта все мечтала о такой лампе. А где часы будут, за руки и палят? Где? Вот. Ну да, весело. И закройте мне. Мне тоже. Я тебе говорю, что ей вот это очень нужно на колеса. Это такая штука, чтобы когда видео снимаешь, чтобы она выложила все сюда, все, что ей нужно. И подкатила к тому месту, где снимает видео. Она говорит, что места мало. Места мало. Там квартир маленький. И они гуляли по магазинам. Вот еще один магазин. Да? Да, мы сейчас туда заходим. Такая крутейшая кухня. В реально в американском стиле нам очень понравилась. С таким островком. В общем... Где мы будем его? Не кухня, а мечта просто. В своем доме? Да. Осталось построить дом и туда закупить эту кухонку. У тебя что-то такая плохая связь? Мах. Привет. Там вместо Оксаны квадратики, я бы сказала. Это мы в кино. Но мы не идем в кино. Мы зашли сюда ради зеркала. Зеркало это очень нужная вещь в нашем мире. Мир. Мы сейчас идем гулять по старому городу, так что покажем вам, как у нас тут круто. Ты готов, Ченка? Практически. Это такое кино, куда мы ходим. Большое здание. Много этажей, много залов. Профессионально. Чисто профессионально. Ты готов, Ченку? Пулачка, я сказала, уже практически. Она практически готова. Еще немножко подождемся вместе. Мы ее подождем. Мы никуда не торопимся. Покажи свой аутфит. Вот она. Дива. Вот она нормально. Кеды. Все готово. Все нормально, все четко. На выход. Ну что, мы подходим к старому городу. С другой стороны. Да, мы решили. Решили зайти в него нестандартного места. Сзаду. Вот там, в общем, уже виднеются все эти. У нас стена вокруг старого города. Практически. Ну, раньше была вокруг всего. И там вот, видно, это церковь фольериста и там всякие другие интересные вещи, о которых мы сами еще не знаем, о половине. Вот так выглядит наш город. Любуйтесь. Дурителям парков посвящается. А там впереди парк. Ну что, мы в парк? Не, думаю, мы же не пойдем в парк. Мы пойдем... Ну, он небольшой. В Тальне, как бы, таких гигантских парков, по сравнению с большими городами, немного. Хоть весь город и зеленый, но таких специальных парков у нас не так много. Знаешь, где мы сегодня сфоткаемся? Где мы проезжали, около моря качели. А, ну давай. А где там припарковать можно уже? Ну, мы там найдем местя импуль. Типичная улочка старого города. Такие красивые дома. Это отреставрированный дом. Такой перекресток. Туда идет улочка. Синяя дорога. Туда. И туда. Мы пойдем навек, да? Да. Мы, в общем, сейчас в таких нестандартных местах. Круто я выгляжу. Ё-оу. Было бы весело, если бы ты завалился. Не хотела, что ли, это в глубине души? Нет. Надеялась? Ну, чуть-чуть. Ну да, улочки здесь узенькие. Мы тут, мы довольно часто гуляем в Старом Горде. Старый Город – это центр самый Таллина. И мы, в общем, в центре и бываем. Поэтому мы тут частые гости. Ну, вот такая красотень. Открывается это уже во всем величии. Старый Город. Ну, кстати, если интересно, народу, опять же, это пик улица. Кстати, на эстонском пик это длинный. А вон написано самое старое, какое-то там. А, да, точно. 1864 года. Ну, тут тоже очень красиво. Есть, там, где солнце, там занято. Ну да, куда, в общем, не... Я этих часов, кстати, не замечала. Да ты чё? Я их всегда знал, что они есть. Она не вообще правильно показывает? Мне, кстати, по-моему, правильно время пока. Я думаю, да. На таких паровозиках можно покататься. Экскурсия по старому городу. Ты видишь, что чувак заслужил? Да, видел. Здесь у нас зимой, вот там вдали, этот, каток открывается. Сегодня, похоже, тут, знаешь, все показывают, что на что горать. Мы будем показывать. Мы будем показывать. Ну, если я на тему макияжа буду, то, значит, я не скажу. Я вам даю. Что-то неешь? Хотя лучше ты на дырешь. Дальше полетим на Фирьковке. Сам по себе старый город небольшой. Его можно... Ну, за 20, я думаю. Если как бы заходить во все улочки. Ну, скажем так, с одной стороны, до другой. Если знаете выходить. Потому что я, на самом деле, даже могу заблутать чуть-чуть. Ну, ты у нас вообще можешь где угодно заблутать. Мы платформы. Чем же они модные? Они были модные уже лет 10 назад. Поэтому мы раньше были мужские, а теперь это женские. А, да? Такие кеды яркие. Пробуем. Играет хорошо на солнышке. На этом мы решили закончить сегодняшние походы. Магазином. Да, Аня? Да. Даже, наверное, не пойдем в кино. Пойдем. Не пойдем. Мы не пойдем в кино. Все, не пойдем. Не пойдем. Причем мы... Вы узнаете скоро из нашего блога, пошли ли мы в кино или нет. Мы нашли мэйсон джар. И причем классно. В своем любимом магазине. У нас вот один открылся подпольный магазин, в котором не берет телефон. Он под землей находится. В новом здании. Мы уже три штукки взяли. Да. Знаешь, что я хотела? Вот такое большое. Деревянное. Ну давай. Прямо такое вот. Взять и все. Нам немало стоит. О, такая толстая. Ее еще можно. Да, вкусно пахнет. Ну, нормально пахнет. Берем? Ну, коли она тебе нужна очень сильно, то уберем. Ну, мы можем поменять. Сильнее, чем пароварка. Прочень, парогенератор. Насколько она тебе, если относительно парогенератора сравнивает? Кстати, вот эту можно взять. Ты у нас же маленькая есть. Нет, только от нее очень. А что-то на ней? Большая есть. Ну, мне кажется, просто она такая крутая. У нас надо же менять их иногда. Ну да, но они у нас еще работают. Ну ладно. И так всегда. А может, есть легкая сковородка? Так что, если мейсон джар нужны, тут есть вон такие. Но это без ручек, а вот такая. Стоит, кстати, недорого. Написано, что они еще сделаны в Италии. Стоит дешевле, чем. Мы можем из Китая заказывать. И нам... В чем проблема была у тех, которые мы из Китая заказали? У нас... Там их мыли... В нашей посудомойке у них ручки как-то трескали. И, в общем, в итоге мы уже две штуки выкинули. Это только что у нас Танальпадер, это наша местная эстонская звезда, пожелала всем матерям и бабулям поздравления. В Эстонии сегодня, завтра точнее будет День матери. Так что, всех поздравляем с этим праздником. Мы тоже будем наших мам и бабушек поздравлять, да? Да. Обязательно, обязательно. Будем. Будем, будем. Будем. Что дарить будем цветочки? Ну посмотрим, что-нибудь подарим. Может быть, все будет тебя хорошо совести. Утренние поиграшки. Это вообще просто идея, Анечка, между кошечек. Так, Галя, никогда не делайте этого дома. Наше проколение закончилось пожаром. Мы плясали, когда девятиэтажка горит, и такие, простите, мы просто хотели проколоть нашу сковороду. Проколить. Ну, можно проколоть тоже, но, скорее всего, они потянут проходить. Похранить. В общем, пока. Перчик вбался. Пока пещеры. Не нашли поблизости здесь, чтобы есть и полный агс. Проколол. Сожжение. Мелкая так и лезет. Зафос. И дальше мы ставим. Здравствуйте, я зафос. Здравствуйте, я зафос. Субтитры подогнал «Симон»